Им не смогли помешать льды, снег, пурга и морозы. Экспедиция полярников Матвея Шпаро и Бориса Смолина преодолевает шаг за шагом. Опасный маршрут. И вот он, Северный полюс. В экспедиции 10 человек. Это российские школьники, победители многочисленных олимпиад. Отсев и подготовку прошли жесткую. На лыжах проходят торосы, многометровые трещины и полыньи. Холод во время ночевок подкрадывается незаметно. Иногда даже лед, ледом покрывается спальники, ты их очищаешь утром. Ветер сбивает с ног. Видимость нулевая. Поставить палатку почти невозможно. Каждый день на лыжах по 7 часов в пути. Но на коротких привалах кто-то успевает читать Хемингуэя, а кто-то и губы подкрасить. В экспедиции три девушки. Трудности, наверное, самое главное это холод. Потому что, ну хоть я и с Урала, но все равно как-то я не привыкла так долго находиться в таком холоде. И жить в палатке столько дней зимой, то есть в снегу. Поначалу полюс только отдаляется от них. Лед дрейфует в противоположную сторону. Но люди оказались настойчивее природы. Уже последние два часа дрейф помогал нам. Но это вот благодаря тому, что были сделаны определенные расчеты, которые вывели нас в нужную точку, откуда фактически не мы шли к Северному полюсу, а Северный полюс подплывал к нам. Организм в условиях Северного полюса работает на пределе возможностей. Экспедиция российских школьников доказала. Здесь ломаются лыжи, но не характеры. Внушительный запас провизии, еще карабин и две ракетницы от «Медведя». Бензин и горелки – это самое необходимое в лыжной экспедиции на Северный полюс. Вот на таких санях-волокушах на протяжении 150 километров каждый участник экспедиции тащил с собой груз от 40 до 50 килограммов. Это не каждому и взрослому-то под силу, не то что подростку. Многочисленные фото на 90-м градусе северной широты. Флагшток с триколором страны. На Северном полюсе полярники установили Знамя Победы. Копию того, что водружали над Рейхстагом в Победном 45-м. Футбол именно здесь традиция. Это то, что сделали советские подводники, которые первыми всплыли из-подо льдов на Северном полюсе. Российские школьники в крайней точке земли заложили специальную капсулу, изготовленную по специальной технологии. Внутри послание к потомкам. Вскрыть следует через 50 лет.